нахуй сейчас говоришь один из вас решает типа бля рельефу блять сократ не друг но истину дороже короче пошел нахуй нормально блять круто теперь я тупо паубер маргиналу пересказываю до платон не друг но истина пошла нахуй пошла нахуй истина ну истина дороже значит и гнида ебаная блять вы как бы и все никакая нахуй истина не дороже блять паша на нахуй это истина блять полной хуйни про истину отдельно могу рассказать нахуй истину связи важнее истины блять там не знаю правда это не знаю свободы справедливости и так далее три всевышних тебе понадобилось чтобы прийти к идее дворовых понятий есть такое да три всевышних это мощь вот ну блять я как бы в детстве тут платон не друг истина пошла нахуй короче все история философии на этом остановилась никакого аристотеля больше не было аристотель нахуй послал истину непосредственно следовательно не было и никакой ну науки дальше ну потому что тогда перипатетизма не было потому что но платон не друг а истина пошла нахуй да не было перипатетизма следовательно не было и томизма последующего следовательно не было и восточной перипатетики следовательно никакой философии на востоке не было следовательно из средних веков философия тоже ниоткуда не пришла Следовательно, да, в университетах не было никакой философии И в том числе эмпирической, следовательно И из этого напрямую следует, что не было никакой нахуй науки Платон мне друг, а истина пошла нахуй Все, охуенно Живем непосредственно в средних веках Даже не в средних веках, в глубокой-глубокой древности Без изобретений, без наук, без практик, без каких-либо Потому что, блядь, ну, истина, это, конечно, прикольно, но пошла нахуй Как бы, Платон мне друг Слишком дохуя книжек читал Поэтому у меня мозги были засраны всяким говном про истину, свободу и так далее Мне потребовалась очень длительная нигилистическая терапия, чтобы понять, что... От Сережи Иванова Сережа мне друг, а Платон пошел нахуй Истина хуйня Свободу хуйня Блядь, справедливость хуйня Все хуйня, блядь Все выдуманное говно для идиотов, блядь А логика? А логика хуйня для идиотов? Стоп Стоп, стоп, надо, надо прояснить здесь кое-что А логика хуйня для идиотов или не хуйня для идиотов? Мне просто интересно Ну, потому что это очень важно, на мой взгляд Просто хуйта, блядь Хуйта, хует Исущая хуета Вот, а... Ну, как бы... Выяснилось, что оказывается, ну, типа, поведение адекватных людей, оно движется совершенно, вот, движимо совершенно, не какой-то хуйней, который... Да нет, он не Штернер, а цитировал За них выдумал, как вот мудила Блядь, у него реально взгляды сейчас на философию уровня какого-то быдла То есть, можно спросить у любого гопника в подворотне, что он думает про философию Вам гопник в подворотне ответит то же самое Абсолютно то же самое То есть, у человека мозг настолько деградировал Он превратился в такую маленькую-маленькую микроскопическую горошину Что он может такие вещи вроде бы даже без иронии говорить Это, по-моему, довольно странно Это реально довольно странно То есть, ты хочешь сказать, что девушка, которая сдала суд, я не могу это комментировать Влияние человечества на изменение климата доказано Доказано, но непонятно, в каком оно объеме на самом деле происходит Я спать Так какой нахуй личный опыт, Белл? Личный опыт не является аргументом, во-первых Во-первых, по маргиналу не является, понимаете? По старому маргиналу, который был немножко умнее, чем какой-нибудь гопник Семен Ладно, поехали дальше А, ну давай Если твой друг наркомана предлагает тебе иглу, то отказать ему и прекратить общение по принципу наркотики Это плохо будет, с своей точки зрения, гнить с кем-то? Нет, потому что, ну, типа, наркотиками ты сам себя убиваешь Ты сам-то дороже самому себе, чем твой друг-то, блядь С ума-то Так, то есть, можно быть гнидой, если ты сам себе дороже, чем твой друг Серьезно? То есть, это другое Вот это другое, да Вот это другое, понятно Понятно, другое Другое, вот оно, а вот другое Понятно, все, уловили Уловили, в общем, уловили Все, другое, другое, да Я бы даже сказал, иное, иное Вот тезис, вот его отрицание Платон не друг, но я себе дороже, пишется, надо Да, понятно, понятно Ну, друг наркоман, ну, пошел нахуй, как бы Друг? Пока А вот если друг либерал, то тоже пошел нахуй, наверное Ладно, я шучу Не, надо сходить Если Сократ гнида Ну, тогда похуй на Сократа получается Так, стоп, а если кто-то гнида, на него похуй Стоп Ну вот мы дружим, дружим, дружим И мне кажется, что кто-то гнида, например Кто-то гнида Из этого следует, что я должен его киданывать? Или не следует? Я нихуя не понимаю Распакуй, пчу связи важнее истины, свободы и справедливости Потому что, блядь, что я так сказал Птану ж ты, блядь, блядь, я не кискодил Пчу связи со жмелевым погромом не важнее истины Потому что, так были бы, но, типа, они сами решили обосрать со мной все связи Ээээ, нёуп По-моему, маргинал здесь тоже был виноват По большей части Ну, то есть Я отхезе, я отхезе, как тут произошло Но, по-моему, все считают маргинала в данном случае гнидой Ну, по крайней мере, жмелевский, погром Тем более, маргинал разом поссорился с кучей народа Есть подозрение, что он был в эпицентре событий И он сам, как бы, взял и погнидил кучу народа Нет? Благополучно Смотри мой стрим с кардиным вчерашним в инстаграме у него У тебя принципы как у животного Чувак, я и есть животное Из-за эволюции они стремятся держаться Ну, да, правильно, так и есть Всё верно Чего тогда большинство философов надрачивали на всю эту хуйню? Ну, я не знаю Тут я только Ницшевское какое-нибудь могу объяснение дать Человек не встраивается в общество по-нормальному И выдумывает, короче, себе мир идей Потому что по-нормальному жить у него не получается То есть наделать дохуя денег Прокачаться Быть там знаменитым или красивым очень Или стихи писать Ничего этого у него не выходит Поэтому он такой Блядь, я, короче, познаю истину в истине На деле человек нихуя не делает То есть поэтому, собственно Ну, вот, к примеру, в частности, у Аристотеля К примеру, поэтому, в частности, Аристотель Который изобрёл политику Который, ну, как дисциплину почти научную Околонаучную дисциплину Поэтому Аристотель, который, собственно, этику Как философскую дисциплину обосновал Поэтому Аристотель, как создатель метафизики Физики Физики уже более такое тоже доказательное Ну, хуй, видимо, какой-то с горы Долбоёб, короче Просто дурак, блядь Просто дурак Куда ты прёшь, Аристотель? Ну, стихи бы лучше писал Лучше бы писал стихи Какой-нибудь Лок Лок тоже Да, Платон не встроился в общество Пишет Барон фон Кринджер Да, действительно, не встроился При том, что многие философы Ввиду своей философии Как раз и встроились в общество Опять же, что тоже крайне интересно Следует заметить, что науку Философы поднимали изначально То есть, там, Ньютона можно назвать философом Кортезия, Бекона Ну, Бекона и Кортезия вообще все называют философами Так, 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 так Что тут происходит? Подождите, колонка что-то мигала неприятненько Сейчас я её жахну Подождите Не, ну просто серьёзно Я маргинала сейчас вообще не понимаю Какой-то быдлядский дискурс пошёл Это даже, по-моему, ну С этим даже спорить не имеет смысла Ну, это глупости же Это просто детский сад Вселенная приводится в движение богами Которые заключены в мышлении О собственном мышлении То есть Уга-буга, пипи-пупу То есть, ну Не, маргинал-долбоёбца надо Просто долбоёб Ну, то есть Даже идеалистическая философия Она строит мир Всё, что вокруг вы видите Всё, что вокруг вас происходит Всё это Так или иначе Генеалогически восходит К той или иной философии Нет ни одной религиозной практики Нет ни одной Политической практики Нет ни одной Технической даже практики Которая генеалогически Не восходила бы к философии К тому или иному её направлению Ну, просто если взять И сделать так Чтобы люди не мыслили Не искали Ничего не делали Не проводили эмпирические опыты В том числе Как философы это делали Ну, всё До свидания Общество До свидания Прогресс До свидания Всё вообще Даже сексуальные практики Цунады Но Сексуальные практики В Камасутре Индийские философы Вам тоже предоставляют В общем-то Наслаждайтесь Тут надо сколько хотите Все практики Всех Всё короче Всё так или иначе Генеалогически Восходит Или связано С философией Вплоть до реально Ну, политических институтов Которые философы Выдумали А потом В реальности Их люди Ну, создали После того Как философы Их выдумали Представляете себе Представляете себе Ребят Как такое может быть А вот так Всё просто Философия Скорее богатые Чем бедные Ну, не могли Встроиться в общество Не могли Встроиться в общество Аристотель Который был С Александром Македонским Долгое время Не мог Встроиться в общество Не мог Не мог Не мог Аристотель Встроиться в общество Перрон Не мог В общество Встроиться Тоже с Македонским Путешествовал Все Никто Не мог В общество Встроиться Никто Никто Из философов Не встроился В общество Боже мой Как так Ньютон Политиком Ебучим Был Не знаю Как этого чувака Кузанский Был Кардиналом Вообще Кардиналом Был Он был Кардиналом Нахуй Ага Пиздец Короче Это не значит Что она Совсем Юзлес Но вот Тем не менее Под юзлес Я не имею ввиду Буквально Бесполезно Я другое имею ввиду То есть принципы Равно идеологии Ну чувак Так блять Ребята Проблема заключается В том Что Очень редкий Философ Очень редкий Философ Ну был Абсолютно Непопулярен Абсолютно В плохом В общем-то Социальном Положении Крайне редкий Философ Был слаб Так скажем Социально Понимаете Ну плюс Х равно Игорь Че дальше Корабли плавают Или ходят Пойду спать Алю Давай Ты сам себя дороже Чем твой друг Это тоже принцип Я считаю Нет Вот Я так считаю А я считаю Да Все Охуенно Поспорили Заебись Поехали дальше Круто Спорим В моей терминологии Я правильно понимаю Что конфликт Стаса с Ховой Частный случай Этого тезиса Про связи И принципы Да Да Пепиао Ты натрачивал Свою философию Годами А теперь Пок-пок-пок Я животное Мне все похуй Да нет То что я животное Оно не фиксит Мои взгляды На логику И так далее Просто мои взгляды На отношения Так логика Это выдуманная хуйня Или не выдуманная Мне просто интересно И кто ее придумал Философы Или хуесософы Окей Людьми Философия Она вообще-то Не очень даже И занимается Но внутри группы Объективность Хотя бы имеет место Конструктивная критика Философия Всем занимается Ну да ладно Конечно Главное До хуйни Не доводить Левакам Удастся перевоспитать Детей правых Может быть Вполне Такое постоянно происходит Спокойной ночи Кук А ну давай То есть Аристотель и Платон Шизофреничнее Лайфера Сократа У которого Было до хуя Друзей Почти своя Гачи Пати У них же Типа ученики Были соратники Здесь дело Даже не в том Что лично Там Аристотель Или Платон Были какими-то Фриками Речь в том Что скорее всего Они опирались На позиции Каких-то Уебанов Которые Отменить У Платона И Аристотель Я вот Я вот Например Не вижу Повода Для чего Аристотелю В принципе Заниматься Философией Да Как бы И вот Выдумывать Всякую хуйню Но стоит понимать Что у Аристотеля Философия Довольно Приземленная Да И в общем-то У него Как бы Все Ну Типа Жизненно Бля По делу Нахуй В никомаховой Этике Да И не то Чтобы она Шла Пиздец Как вразрез С В общем-то Греческой Традицией Того Время Ребята Почему 1377 Человек Смотрит На то Как Мужчина С синдромом Дауна Вещает Какую-то Хуйню Мне интересно Это какое-то Телешоу Какое-то Телешоу Ну просто Я напоминаю Что мы против Того Чтобы инвалиды Выступали В цирке И на стримах Соответственно Да Мы же христиане Православные Все дела Из этого Следует Что мы должны Как-то Воздерживаться От того Чтобы инвалиды Выступали В цирках И на стримах Я считаю Что ну Нужно Наконец-то Запретить Стримы Убер Маргинала Ну потому Что дальше Дальше просто некуда Дальше просто некуда Ну блин Это издевательство Над человеком Я считаю Это действительно Большое издевательство Над человеком Ну действительно Люди смеются Над инвалидом По сути Люди смотрят На инвалиды И смеются Это нехорошо Я считаю Надо как-то Исправить Эту ситуацию Я полагаю Вот Алкоголик пишет Помнишь Что ты говорил Про то Что большинство Людей Долбоебы Ну нет Я говорил Худших Везде Большинство Просто То есть Аристотель Как бы Он Более-менее Встраивался В общество И учения У него Более-менее Соответствующие А если Где-то Ну Фалес Тоже Встраивался В общество Путешествовал Там Не знаю Про него Легенды Ходит Какой он Прекрасный Замечатель Сколько всего Он крутого Сделал Да Про кого Только До Сократиков Не ходят Такие Легенды Несоответствующие То это Влияние Каких-то Блядь Уебанов А вот Платон Ну Сами Понимаете Платон Он Был Широкий Как Минимум Но Тогда Для тебя Просто Есть принципы Которые Для Гнид Есть Принципы Которые Типа Не Принципы И Так Надо Делать Я Правильно Понимаю Ну Типа Отдашь Своих Детей В Общественную Барак Обама Ну Типа Убер Маргинал Блядь Ну Типа Да Ну Типа Ну Типа Ну Типа Ёжик Сарма Типа Да Типа Ёжик Сарма Шбулу На Индоктринацию Нет Неокоммунистам Я Буду На частную Школу Копить Либо Домашнее Домашнее Обучение Просто Займусь Истина Равно Абсолютно Единственное Бру Бру Нет Дай Своё Определение Принципом Кста Мне Лень Хорванский Пример То же Самое Рассказывал В своём Разборе Недавний Конфликт Его потопили В дизах Отписках И захуесосили Ну Потому что Мир Наполнен Гнидами И долбоёбами Получается Стас был прав Ты действительно Чму И ну Лайфер И осознал Это Чувак Как бы Я помню Давно Это осознал Что если Философия И идеология Просто Более Пиздатый Способ Захватывать Власть Чем Опора На родственные Связи Окей Это не противоречит Тому что я сказал На празднике Друзья Пьют алкоголь Предлагают Мне стакашку Я знаю Что от стакашки Не сдохну И не стану Алкошом Но чисто из принципа Не беру В рот Ни каплю В твоей системе Ценностей Я по-мудацки Себя веду Особенно если Учитывать Что алкоголь С медицинской Нет По-мудацки Ведут Твои друзья По-любому Знают Что Как бы Ты Не пьющий И тут С тобой На конфликт Это неправильно Либо Они пьяные И в такой ситуации Ну типа Надо кинуть гнит Аня Нормально Я не царь Соломон Чтобы решать за вас Каждую Блять Житейскую Нахуй Проблему Сами соображайте В смысле Батхёр ТВ Пишет в чате Шадов Ну маргинал же Нормальные Человеческие Взаимоотношения Предлагает В смысле Нормальные Человеческие Взаимоотношения Какие здесь Нормальные Взаимочеловеческие Взаимоотношения Где Где здесь они То есть Тусовка Было Должна держаться Друг друга Потому что Они Было И пацанов Кидать нельзя Просто потому что Это Пацаны Должны быть Связи Родственные Блять И не Родственные Что Ну в смысле Не кидать Что значит Кидать Батхёр ТВ Что значит Кидать Понимаете Вот Кинуть Что Я вот не хочу Общаться Допустим С вами Батхёр Допустим Вот у нас Такая Гопническая Компания Мы пили Пива Но внезапно Я прочитал Там Достоевского Допустим И вдруг Я думаю Я не хочу Пить больше С вами Пива Батхёр ТВ Может быть Вы сами Будете Пить пиво Где-нибудь Там С другими Ребятами А я Пойду Читать Там Достоевского С другими Пацанами В чем Проблема Ну то есть Понимаете В таком Случа Получается Метафизическое Лицо Сверхчеловек Язычник Софис Получается Что я тоже Его кинул Ну по сути Послал Нахуй Просто ушел Покинул Его Батхёр ТВ Ну нахуй Достоевского Тогда Как Маргинал Сказал Ну тогда Все Нахуй Понимаете Вообще Все Нахуй Тогда Все Что Существует В жизни Помимо Ну просто Обычных Человеческих Взаимоотношений Двух Гопников Все Нахуй Науку Нахуй Философию Нахуй Культуру Нахуй Все Нахуй Все Ну просто У людей Есть клубы по интересам Да У людей Появляются новые интересы И люди переходят в разные клубы по интересам Здесь никакой проблемы нет Переход людей из разных групп по интересам Это нормальное дело Не Ну я Я серьезно Я вообще не понимаю В чем проблема Чтобы еще поджечь людей В чате Расскажи Про Спартака Через линзу Гниты связи Не Как не в другой раз Какая температура ночью По разному бывает Слушай Тогда твоя Позиция Контрится Пустыми словами Юма Есть принципы Которые ты одобряешь Определенный там Списочек А есть все остальные Принципы Которые для гнид Которые просто не являются Членами этого списка Одобряемых тобой Принципов Ну типа Ну типа Ну нет В сраку Спартака Доброй ночи Кук Добрый Немецкий генерал Который пытался убить Гитлера Гнида А они корешились Пиздец Как Типа На брудершафт Пили Блять Или гитлер Просто власть Захватил И чувак Под ним Оказался Я как бы Не в курсе Если что Я понятия не имею Если твой друг Начинает творить Хуйню И убивать людей Не гнида Ли Если кинешь его Нет Не гнида Скорее всего Но не потому Что Ты его кидаешь Из принципа Не убивать людей Понимаешь Если бы мой друг Начал людей Хуярить Я бы его кинул Ну типа Мне насрать На принцип Что убивать людей Плохо Для меня Главное Я бы его кинул Больше я бы Боялся бы За себя В первую очередь И во вторую очередь За всех остальных людей Из моего окружения Горой на минуточку Включает Моих родственников То есть я поэтому Охуенно Этого человека сдал Потому что Ну блять Ну хуярит Людей Блять Меня Пизданек Кто же знает Тогда Не ну если так подумать Тогда я вообще Супер гнида Но Вся моя жизнь Это тотальное Гнидование По той причине Что Ну я Я супер гнида Получается Ну потому что Я со своей философией Вообще никуда Ни в одно Философское учение Войти не могу Я абсолютный скептик Подобных мне вообще В мире на данный момент Видимо нет Группу абсолютных скептиков В мире не существует И всю свою жизнь Я как бы Брожу из одной Малой группы В другую малую группу И общаюсь с разными людьми И у меня очень высокая Потоковость людей В жизни происходит То есть Те люди с которыми Я общался в университете В школе Я с ними не общаюсь Сейчас вообще Те люди с которыми Я общался в университете На В общем-то Ну в Лесгов Я с ними не общаюсь Тоже вообще Ни одного не осталось В магистратуре С людьми Которыми я общался Когда-то Причем я их всех уважаю Вот с магистратурой Я почти всех уважаю Ребята Хорошие ребята Но они все тоже Ушли из моей жизни Но скорее всего Я даже ушел Из моей жизни Блядь Я ушел Из моей жизни Да Ну вы поняли Да Они ушли Из моей Но я ушел Из их жизни Скорее всего То же самое С аспирантурой Я ни с кем Не общаюсь Из аспирантов Хотя хорошо С ними общался Ну то есть Я получается Супер гнида Я мега гнида Просто Я гнида Колоссальных Масштабов Блядь По такой логике Ну мне похуй Белл пишет Так ты же никого не кидал Да что значит кинуть Белл Понимаете Ну просто уйти Послать нахуй Ну вот я просто ухожу Нахуй не посылаю только Ну просто ухожу До свидания Все Мы больше не увидимся А что значит кинуть В данном случае Что значит кинуть Почему послать нахуй Равно кинуть Сказать Убер маргинал Пошел ты нахуй И уйти Это называется кинуть Это то же самое Что просто взять и уйти Но только с формулировкой Пошел нахуй Кинуть Как по мне Кинуть Кинуть Очень важно Кинуть Нет Белл Это вы ничего не поняли Я внимательно слушал Формулировки Ёбаного маргинала Он как раз говорит о том Что ты уходишь Посылаешь кого-то нахуй Это равно кинуть Вот Вот о чем речь шла Как бы в данном случае Если он Подразумевал что-то другое Он идет сейчас Нахуй Потому что Он не смог Сформулировать Свои мысли Правильно Потому что Блядь Он видимо Спившийся Долбоеб Который не умеет Говорить Все просто Все просто В данном случае Если он подразумевал Не предавать Например Под словом Кинуть И хоть как-то Это вот Артикулировал Нормально Белл Блядь То что вы сейчас Пишите То что вы сейчас Блядь Пишите Маргинал Об этом Не говорил Ни слова Вы сейчас Выдумываете Просто Выдумываете Понимаете Я повторяю Слова маргинала Дословно Вы Придумываете Поехали дальше И вот для этого Можно выдумать Какой-нибудь Принцип Понимаете Теперь Как это работает Принцип Это повод Для кидалова Физические нагрузки Успокаивают Нервы Как и прогулки Ну Кстати Да Ну В смысле Разорвать Обязательства Разорвать У кого С кем Обязательства Вообще Вот вы С друзьями Общаетесь У кого Блядь У вас С кем Обязательства Реальные Идут У вас Есть Какие-то Обязательства Что Вот вы Пьете С кем-то Пивасик У вас Какие-то Обязательства Есть С этим Человеком Вы Не Просто Общаетесь У вас Обязательства Прямо На ходу Переобувается Нет Не Переобувается Это Блядь Часть Твоя позиция тупо пустая, я уже это доказал, успокойся. Не, моя позиция житейская, она не отвлеченная, поэтому в ней нет смысла искать противоречия. Я говорю про то, как надо, а не про то, как есть. Она вообще как бы вся состоит из прескриптивных, блядь. Все это утверждение, нахуй. Мне нравится твоя позиция насчет принципов, пугает только то, что можно со временем оказаться в очень плохой компании. Не всегда граница между мой друг не хуярит людей и мой друг хуярит людей переходится быстро и однозначно. Ну, чувак, селяви, блядь. Ты что, аргументы здесь и сейчас придумываешь? А я вообще не придумываю никаких аргументов. Белл, маргинал уже, блядь, обозначил. Вы сидите, блядь, квасите пиво, собутыльники и так далее, так далее, так далее. Белл, я все внимательно слушаю, понимаете? Я за этим долбоебом наблюдаю уже много месяцев, блядь. Много месяцев я внимательно, блядь, выслушиваю каждую хуйню, каждый вот, каждый пердеж из его рта, внимательно за этим слежу. Чтобы, блядь, каждый ебаный пердеж вот этого индивида, индивида, был, собственно, так или иначе обозначен. Вы сейчас пытаетесь придумать вместо вот его пердежа что-то другое, более рациональное такое, более объяснимое. Но вот маргинал вот того, что вы пишете, он не произносил даже близко. Даже он близко, может быть, даже и не думал об этом, понимаете? А если и думал, ну, значит, у него просто риторики не хватило. Он не умеет разговаривать просто тогда, получается. Стример, блядь, не умеет выражать свои мысли. Логик, блядь, аналитический хуесосов и так далее, так далее, так далее. Не умеет выражать свою мысль в таком случае. Ну, смотрите, либо у него хуевая позиция, если дословно воспринимать, либо он не умеет выражать свою мысль. Аукцион сейчас будет, трактир, подождите. Какой я не аргументирую. Я не знаю, вы заметили или нет. Сейчас не было ни одного аргумента, я просто рассказываю, блядь, про то, как жить надо и все. Какие советы можешь дать перед экзаменом по Матану? Никаких. Как бы принципы здесь выдумываешь ты. Я могу согласиться с тобой про связи, но просто твой список появился... Так, Белл, понимаете, в чем дело? Он сам отвечает за свои мысли в данном случае. Я думаю, как раз он умеет выражать свои мысли. Он ему просто... Концепция хуевая в голове сейчас вертится. Он какую-то хуету несет или просто троллит. Я считаю как-то так. Способ описания хуйня. Нет, мой способ описания охуенен. Типа твоя позиция сводится к мне нравится, мне не нравится. Если ты не понял, то нет, не к мне нравится, и мне не нравится, а как правильно и как неправильно. Ты называешь принципами идеологическую систему, которую человек использует для оправдания косяков, а люди думают, что ты подразумеваешь моральные принципы. Ну, типа. Я бы заметил, что аргументов нет. Ну, как бы, да, потому что это норовоучение просто. Норовоучение от бумера, блядь. Ты пришел к мнению Хова, который на каждом стриме съезжу, затирал в половине разговорных видосов. Я медленно приходил, Белл пишет. Я его много не смотрел, возможно, он и шест, да, возможно. Мнение? Это мнение, к которому нельзя прийти через аргументы. Только, блядь, школа жизни научит, блядь, ёпта. Блядь, ауф, нахуй. То есть только через ауф. Только через ауф, блядь. Как правильно говорит этот чувак с Lucky Strike philosophy. Вот ауф философия, в ней что-то есть. Деньги не платили. Деньги не платили.